Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу как с помощью программы FlashTool создать прошивку из файлов скачанных с помощью программы ПК Компанию. ПК Компанию является официальной программой обновления и также других действий с устройствами Sony от компании Sony. Эту программу можно скачать с официального сайта Sony, ссылка в описании под видео. Также если вы хотя бы раз обновлялись с помощью данной программы или скачивали обновления для своего устройства, то с помощью FlashTool можете создать для себя прошивку и использовать ее в нужное вам время уже без подключения к интернету. Для этого нам нужно перейти в диск C на компьютере. Если у вас не активированный показ скрытых файлов и папок, то нужно их сначала активировать. Идем в пункт «Упорядочить», выбираем параметры папок и поиска, выбираем вид, опускаемся вниз. И здесь активируем «Показать скрытые файлы, папки и диски». Нажимаем «Применить», нажимаем «Ок» и у нас появляются скрытые папки. Переходим в скрытую, сейчас уже активную у нас папку программ «Дата». Ищем здесь «Сони Мобайл». Выбираем «Дата» и «Нилы», выбираем вот эту папку, здесь «Цифровое значение» папки, выбираем, выбираем верхнюю папку «Blog.fc». Здесь мы видим файлы, которые скачала программа «ПК Компанию» для обновления нашего устройства. Нам нужны только самые большие файлы по размеру с именем файл с цифровым обозначением. У меня их 4, у вас может быть больше 5, 6 или 7, все зависит от модели вашего устройства. Выделяем эти файлы, копируем, закрываем. На рабочем столе для удобства можем создать папку, назовем ее «Файлы Компаньона». И сюда перемещаем наши скопированные файлы из папки Компаньона. Запускаем программу FlashTool. Переходим на вкладку «Tools», «Bondless», «Fileless Descript». В выпадающем окошке открываем проводник и здесь ищем нашу папку, куда мы скопировали необходимые нам файлы. Когда мы нажмем «Ок», файлы, которые мы скопировали, отобразится у нас в окне программы FlashTool с левой стороны. Выделяем их все. Будьте внимательны. Если у вас большое количество этих файлов, не пропустите ни один из этих файлов. Выделяем. Нажимаем стрелочку. И они у нас перемещаются в окошко, находящее справа. Нажимаем «Convert». Ждем, пока программа обработает необходимые нам файлы. После того, как программа обработала необходимые нам файлы, она уведомляет нас появлением вот такого окошка. Здесь указан путь, откуда были извлечены эти файлы. В строчке «Device» два раза нажимаем левой кнопкой мыши и убираем наше устройство, для которого мы будем делать прошивку. Два раза нажимаем, выбираем модель с номером. В этой строке можете написать, что хотите, но лучше здесь указать также модель, дабы не путаться. В строке «Version» указать версию прошивки. Версию прошивки можно посмотреть в этом пункте в строке «Ellable». Здесь есть номер вашего устройства, цифровой код и в конце номер прошивки. Теперь в окошке с левой стороны выделяем все файлы и перемещаем их в окошко справа. Будьте внимательны, с левой стороны у вас не должно остаться никаких файлов. Нажимаем кнопку «Crate» и подождем, пока программа завершит работу по созданию прошивки из файлов «PK Companion». Программа завершила создание прошивки. Вот такими строчками у нас уведомило об этом. Прошивку мы можем найти по этому пути. Переходим по этому пути и видим, здесь у нас два файла. Собственно, сам файл прошивки в формате «TFT» и также файл торрента данной прошивки, с которым вы можете поделиться через торрент-трекер. Данным способом можно получить только последнюю версию прошивки, которая доступна через программу «PK Companion». Если вы не хотите скачивать где-либо с каких-либо других источников последнюю прошивку, вы можете сам ее скачать сначала «Compagnion», а потом создать флештулом и использовать эту прошивку по мере необходимости. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.